Приветствую вас, Екатерина. Ну, в общем, мой коллега Кузырчёв Игорь Леонидович всё, в принципе, уже рассказал. Вот, всё, в принципе, уже вам достаточно подробно описал. Вот, я могу, наверное, только сделать следующее. Да, я могу прочитать ваш текст, вот, и дать какой-то комментарий. Итак, меня зовут Екатерина, в браке 13 лет, двое детей. Вот, значит, смотрите, ну, по, так сказать, степени, да, по приоритету, то, что вы в браке 13 лет, какое-то имеет для вас значение, имеет ли, ну, вот, это первое. То, что у вас двое детей, какое это значение имеет? Ощущение, да, что вы, вот, брак выносите, ну, типа, как, ощущение, что брак вы выносите, как некий такой, вот, некую заслугу, да, некий атрибут, это вот что-то такое отдельное. Мол, у меня брак и двое детей. И что мы в браке 13 лет находимся. Ну, это точно не всё это, что вас как-то, ну, характеризует. К детям. Муж живёт своей отдельной от семьи жизнь. Ну, а, позвольте спросить, какая у мужа мотивация? Мотивация не жить своей жизнью. То есть, вот, конкретно, вот, какая у мужа мотивация не жить своей жизнью? Кроме того, что он, вот, должен, по вашему мнению, жить иначе. Ну, может быть, он и должен, конечно, по вашему мнению, жить иначе. С этим я, пожалуй, спорить не буду. Вот, может быть, он и должен. Но, извините, если он не хочет, если он не хочет, как его заставляешь, как его заставляешь, если он этого не хочет. Не совсем понятно. Вот. Поэтому это больше про, именно, мотивацию. Какой ему, какой ему, какой ему мотив, да, с вами жить, точнее, с вами вашей жизнью, а не его, например. Ну, вот, это важно. Ну, объективно, это объективно важно. Понимаешься, да, о чём идет речь? Дальше идём. Вы пишите, а он, значит, детям практически не касается. Ну, опять же, какой мотив? Он может просто работать, пойти куда-нибудь с друзьями, даже не предупредит меня, а приходит ночью. Ну, как бы, ну, вопрос всё тоже. Какой ему мотив свести себя иначе? Какой ему мотив свести себя по-другому? Вот. То есть, ну, если он не дрожит, например, в ванной. Да, если он вот, ну вот не дрожит, он в ванной. И всё. Если человек вам не дрожит, то это значит, в первую очередь, что? Что вы себя каким-то образом поставили. Вы себя каким-то образом поставили. Так, что человек с вами не считается. Ну, такой вопрос. А что в вашем поведении такого было, что человек не хочет теперь с вами вообще считаться? Вот. Это же очень важный момент. Как вам кажется? Ну, вот. А вы, вы, что вы делаете? Вы на него жалуете, по большому счёту. Да, то есть вы просто вот рассказываете, какой он там плохой. Ну, он может быть и не идеальный, но отношения стоят двое людей. Дальше. Как-то вечером мы сильно поругались. Судерман просто ушёл на работу и не вернулся. Вот. Ну, опять же. Я два вопроса, да? Вот. Вы сильно поругались. Ну, кто мы, кто мы. Вот. Почему вы не пишете от первого лица? Что, поругалась, например, я. Вот. Пример. Вот. Я поругался. С мужем своим поругался я. Почему поругался? Это уже другой вопрос. Из-за чего поругался? Это уже другой вопрос. Но поругалась я. Не мы, а я. Из-за чего? А ответственность за конфликт, получается, вы на себя не берёте. И, опять-таки, это не обвинение. Вы поймите правильно. Это не обвинение. Я показываю вас на те те моменты, на которые нужно обратить внимание. Вот. Ну, это психологическая игра-скандал. Можете изучить её в интернете. Мне сообщалось только с детьми, ездил с ними в кино, развлекательный центр, со мной на контакт не шёл. Опять же, какой мотив? Что для вас это всё значит? За пару недель до Нового года оставаться дома ночевять. Но не каждый вечер купил нам, людьми, дорогие подарки. Опять же, вы его домой спустили, вы его приняли, и всё как бы пошло спокойно. 29 декабря объявилось, что он с другом летит в Египет на все праздники. Опять же, какой мотив сам оставаться? После Египта вернулся в семью. Вы приняли. Но продолжил жизнь так, как надо ему. А должно было быть по-другому? Почему? В выходные не каждая ночь я оставался с друзьями вечером после работы в танке. Должно быть по-другому? Почему? В какой мотив? Понимаете? То есть, если вы, к примеру, все взялили на себя, может чувствовать себя свободным, зачем ему что-то делать? Родственники у него живут в боксерах, что часто зовут на англосты. До них вот 650 километров ехать. Соответственно, на день туда-обратно не поедешь. А присты с работы не всегда могу. Но до него не аргумент. Ты можешь сидеть, я поеду один. Опять же, какой мотив? Не ехать одному. А сейчас собираемся переезжать на новой квартире-ремонт. Вот, смотрите. На нём она есть. У вас в отношениях проблемы, вы собираетесь переезжать. Но на мой взгляд, это несколько стран. То есть, если у вас и не проблемы с взаимопониманием, с взаимодействием, с отношениями, ну, о каком переезде можете терять? Ну, непонятно. Как вы свою позицию отстаиваете? Каким образом вы её отстаиваете? Ну, мягко говоря. Мягко говоря. Непонятно говоря. То есть, вы вроде бы не хотите, чтобы вы овост ноги на тебя вытирали, а в то же время задается ощущение, что и подарки вы его принимаете, и спать дома позволяете, и лютер с ним выбираете, и каждый раз надеетесь, что всё будет по-другому. А чего бы чему-то меняться, если вы ничего не меняете сами. Дальше. Там всё это сам делать для себя, сами для себя. А какой натив делать по-другому? Даже если мы с тётом места выбираем, например, лютера с моим выбором соглашается, потом я приезжаю и вижу совсем не ту лёдку, которую мы выбрали. А какой мотив ему делать по-другому? Какой мотив? Какую вы ценность для него представляете? А какую ценность Екатерина вы представляете для себя? Хочу с ним разговаривать, как? Он не хочет. Либо говорит, давай кино посмотреть, я не хочу говорить, либо просто ощучивается, ну типа нет, это не мило, либо злиться начинает. Посмотрите. Для того, чтобы понять причину такого поведения, нужно анализировать ваши отношения. Просто это началось не в час и не год назад. И я уверен, что когда-то этого не было. А потом это началось. Это началось в том числе в результате вашего поведения. Вашего. Дальше. Дело доходит в скандал. Ну опять же, здесь психологическая игра – скандал. Вы пишите. Он, значит, ругаемся, он говорит, он начинает угрожать, что уйдёт. Почему начинает угрожать, что уйдёт? Потому что знает, что вы этого боитесь. Вы боитесь, что уйдёт? Он так говорит, ничего такого в том, что он поедет отдыхать, с другом не надо. Но он отдохнуть хочет. Ну и всё, нормально. Почему надо быть по-другому? Ты говорит, тоже езжай с подругой. Но я так не могу. Как я с него оставлю детей? Ну, здесь хорошо ответил мой коллега. Подруг у меня нет, таких всесемейных. Угу. А всё мешает с семейным подругам. Отдыхать не очень понятно. Или ваши подруги тоже на себя все семейные обязанности единолично взяли. Лучше не стало так считать. Обстанно трясусь, что он не придёт домой. Почему? Почему вы трясёте? Уходить от него не хочу, но и позадать ваш роднога об себя не хочу. Это позиция жертвы. Почитайте про треугольник. Треугольник Карпона, чтобы понять немножко получше. Позиция жертвы в данном случае проявляется в отсутствии чёткой позиции по интересам, в отсутствии выбора и в отсутствии принятия последствий этого самого выбора. Ко мне, ну, сейчас является негативным. Дальше. Когда я вернулся в семью, я думал, буду жить для себя и детей, на него забью и буду использовать только на свой источник. Но за временем всё опять вернулось в прежнее русло. А что именно всё вернулось в прежнее русло? Вот непонятно, что именно всё. Всё это что? То есть, ну, вы как-то подробнее опишите, что значит всё вернулось. Это вы сами позволили всему вернуться в прежнее русло. Я вас не обвиняю, просто говорю, как это выглядит. Стран. Помогите, пожалуйста. В чём? Как заставить его и считаться моими мнениями? Ну, поработать самая церковь на вас, наверное, в первую очередь, увереннейший себе. Трястись по вечерам, что домой не придут. Как заставить его? А зачем заставлять его трястись, да? По вечерам, что вы не придёте домой, это уже месяц какая-то. Вообще жить в неё, а не в своей жизни. Ну, мотив, поработанный мотив. У него нет мотивации. Пока этого делайте, Катерина. Вы не представляете для него ценностей. Ну, это всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...